Здравствуйте! В эфире программа «Бред! Скандалы, интриги, истерики в столовой. Показать МИЭТ глазами студентов». Хроника происшествий. Студент ИМЭ спас жизнь своему преподавателю и в награду получил стипендию. 31 августа по ошибке были посвящены студенты МИЭТа, две лошади, духовой оркестр и танцевальная группа Рейнджерс. Скандалы, интриги, истерики в столовой. Показать МИЭТ глазами студентов. Второкурсника МП поймали в туалете за курение и в наказание расщепили на атомы. Ну и само собой отобрали студенческий. Истерика в столовой. 20-летняя девушка, обедая, нашла салат в тарелке с тараканами. Скандалы, интриги, истерики в столовой. Исторический скандал. В 1972 году абитуриент заблудился в институте и был случайно замурован в стену. Интрига на кафедре ВМ-1. Преподаватель зверски избил трех студентов, но зачет им так и не поставил. И, наконец, самая шокирующая новость. Массовым самосожжением закончилась тематическая дискотека в Полиноме. Теперь поговорим о самом насущном. О Мете. Почему в него приходит так много народу каждый божий день? Что это за таинственная сила, которая притягивает к себе молодых людей не только из Зеленограда, но и из окрестных деревень? Ну, Андреевка, Тверь, Менделеева, Клин, Конакова, Химки и так далее. Мы решили провести свое независимое расследование. Уже на протяжении 40 лет в МЕД стекаются молодые и умные парни и девушки. Казалось бы, хороший летний день, можно спокойно пить пиво, загорать на солнышке, заниматься более полезными вещами. Но нет! Надо встать в 7 часов утра, в холод, в жару, в мороз и поехать в это здание цвета запекшейся крови. Молодой человек, молодой человек, скажите, вот вы идете в институт, в МЕД, а почему вы ходите в МЕД? Ну, вы знаете, я как-то так всерьез не задумывался. Вот с утра просыпаюсь, одеваюсь, ну, там, перед этим завтракаю. А, собственно, правда, почему я хожу в институт каждый день? Извините, мне надо идти. Итак, имеют место необъяснимые явления. Каким образом тысячи молодых умов попадают под влияние массового гипноза? Это же простое зомбирование молодежи. Мы решили обратиться к нашему уважаемому специалисту, эксперту в области тибетских цимбал и бугульминцев, личному биографу Корнея Кашпировского, Геннадию Анатольевичу Цикличному. Здравствуйте, Геннадий Анатольевич. Здравствуйте. Как вы прокомментируете нашу проблему? Я вам так скажу. Мы с вами встретились не случайно именно здесь. Я считаю, что источниками управляющих сигналов являются именно вот эти странные сооружения. Давайте наденем специальную защиту, которая отразит основную массу гипноволн, и я вам подробнее все расскажу. Пойдемте. Знаете, наша НИИ занимается изучением данной проблемы уже более 20 лет. У нас работают такие ученые, как Кальней. Надо пойти на пару. Да, надо. Многие из вас считают, что данная инсталляция является произведением искусства, а не случайно застывшим куском металла. На самом же деле это высокочастотный излучатель пси-энергии. Сейчас я покажу, как он работает. Надо пойти в МИЭТ, поучиться на пары. Что это было? Итак, как вы могли заметить, прибор функционирует нормально. Гениально, профессор. Ну что же, пришло время вернуться в студию и продолжить наше расследование. Мы решили установить датчик движения на одного из студентов МИЭТа. Внимание, подопытный ничего не знает о нашей слежке. Итак, взглянем на схему. Студент заходит через главный вход, пытается выйти, у него ничего не получается. Он начинает метаться. И вот, он пропал. Наша съемочная группа решила выяснить, что же случилось с нашим подопытным другом. Что происходит? Что происходит, молодой человек? Тихо, я сказал. Молода, зачем? Тихо. Значит так, послушай меня. Поближе, идиот. Смотри, я не знаю, что это конкретно за организация, но у них очень обширная агентурная сеть. У них везде свои люди. ГУВД, УВД, ОВД, РАНО, Минздравсосразвитие, ЭКТ, МП, ЭТМО. Я не знаю, УДХЭБ, ПВЮ, у них куча людей, даже на вахте нашей пара человек сидит. На вахте? Тихо, кто-то идет. Слушай, дальше. Однажды я пытался не ходить в институт целую неделю. Неделю? Они начали мне звонить домой. Так? Писать на электронную почту, стучаться в Ваську. Это вообще не люди, по-моему. Нет, подождите, я ему ничего не говорю, нет. Что происходит? Что? Что вы делаете? Кто вы так? Кто вы так? Что вы творите? Хватит, хватит. И так многое выяснилось в вопросе нашей сегодняшней передачи. Никакого массового гипноза в МИЭТе не существует. Я правильно сказал. Конаково, Тверь, Менделеевка. Синьки. Какая Менделеевка? Ты сразу перешагнешь, ну? Плохая примета. И работают такие ученые, как Кальней, Мульхин. Простите. На самом же деле, это генератор высокочастотных сигналов. Не снимай!